Да, еще я люблю слушать майора Черноваева, я на него подсела, короче, звонит в какой-то мадам, говорит, Васе больше нет. Он попал в плен из-за того, что мы подорвали Каховскую ГЭС, бандеровцы отрезали ему голову, вам нужна его голова? Она говорит, да я тебя прокляну, я тебя прокляну, да что ты меня прокляну, я ему что ли голову отрезала? Бандеровские эти, нацисты отрезали ему голову, потому что мы их взорвали Каховскую ГЭС. Да как же мне теперь жить-то, как же мне жить? Да говорит, ну вам жить-то уже мало осталось. Почему, говорит, мало? Ну потому что вы же сами сказали, у вас там инсульт, да, я парализованно лежу. Кстати, бабка без денег, без сына отдала своему сыну на войну. Но я хочу сказать, россияне, вы хоть думаете, у кого вы детей забираете, если она парализована, как ей жить действительно, вот, и говорит, я тебя прокляну, а потом такой, голос такой спокойный-спокойный, а деньги, вот какие деньги, ну компенсация, так спокойным голосом, а деньги, так спокойно, как будто мне еще не было, как будто мы разговор, разговорим, значит, привезите мне домой, там, картошку, с магазином разговаривать, говорит, алло, а где деньги? А он говорит, ну так денег же нет, тела нет, только голова. Вы в голову хотите, нет, не хотите? Ну все, значит, нет никаких денег. И тут начался вой.